Итак, мы продолжаем нашу тему – «Библейский взгляд на старость». Мы говорили о трудностях старения, что стареть труднее, чем умереть. Умереть – это какое-то короткое время, а когда мы стареем, нужно постепенно, каждый день от чего-то отказываться. Чего-то ты не можешь уже делать, от чего-то надо отказываться. И я внутри себя просто славлю Бога, как это он чудно все сделал. Он проводит нас через разные этапы жизни, через разные переживания и события, чтобы узнать, что в сердце твоем. Будешь ли верен мне? Он смиряет. Вы понимаете ли, можно бунтовать, сердиться, швыряться. Почему-то я не могу что-то делать. А можно справиться с этим. Вся наша жизнь – это все время преодоление. Мы с вами говорили преодоление барьеров. Мы вплотную уже подойдем скоро к конкретным барьерам, которые нам надо преодолевать в этой жизни. И вот это то, что, как Господь смиряет, постепенно отбирая у нас возможность бегать, прыгать, владеть своим телом. Затем постепенно мы можем терять близких, близкое окружение наше, те, на кого мы полагались, те, с кем мы привыкли советоваться. Мы научаемся в этой жизни постепенно все больше тяжести всего нашего общения и всех проблем переносить на Господа. Мы начинаем научаться ходить с Ним, беседовать с Ним. Понимаете, по мере того, как шум вокруг нас смолкает на этой жизни, мы все ближе, ближе. Ближе, Господь, к тебе. Пойдем так. И это происходит, естественно, путем нашей жизни, путем стоения. Плоды старости – это от Бога. Мы начинаем приносить эти плоды. Знаете, плоды наши должны быть сладкие. Потому что это то, чего даже люди ожидают. Они ожидают, когда видят старого человека, что это будет человек милостивый, а не критикан. Что это будет человек понимающий. Что он сможет быть доброжелательным. Ну вот из книги «Старость – это инвалидность» или же «Благословение». Такую цитату я там нашла. «Спелые опытом, освященные печалями, знали ярость борьбы, жало неудачи, поняли пустоту успеха». Это о пожилых людях. «Дрожали на краю бездны, спасенные протянутой рукой, остановленные воспоминанием. Они сострадательны и снисходительны, испытав свои падения под натиском лукавого. Они склонны помочь, а не осудить». По-моему, это естественно для старого человека. Ты же все это проходил. Ты же там был. Ты имеешь все основания быть снисходительным и сострадательным. Ты же знаешь, каково это. Здесь вот перечислены эти. Каково эти падения. Каково это знать успех и пустоту его. И как вольно приносить неудачу. Какое это жало с отравой внутри. Кто ты такой? Ты ничего не стоящий человек. Ты неудачник. И вот Господь очень высоко говорит о человеке. Это Псалом 91. Всем нам хорошо известный. Но подумайте каждое слово. «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру наливания. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовитые, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя и нет неправды в нём. То есть вся жизнь – это превознесение Бога. Праведен Господь. Нет неправды в нём. И Бог верен. Что обещал Бог, кто даёт. Это говорится о праведнике, что он цветёт, как пальма. Возвышается. Заметен, виден. Вот эти вот моменты меня тоже очень заинтересовали. Когда изучала я Нагорную проповедь, я обратила внимание, что там сказано, вы – свет и вы – соль. Там не сказано, вам надо постараться быть светом. Понимаете, вы есть. Вы есть свет, вы есть соль. Если вы верующий, то вы есть свет и соль. И потом ещё я обратила внимание, что это свеча на подсвечнике. Верующие люди. И это город на вершине горы. То есть мы уже поставлены так Богом, чтобы быть видными в том месте, где мы поставлены. Вы понимаете, свеча не прыгает в подсвечник. И город не забирается на вершину горы. Он там находится. Свечу написано, что не ставят под кровать, но ставят её на стол и в подсвечник, чтобы она была светила всем в доме. То есть, где нас Бог поставил, то наше место, назначенное нам, чтобы там светить и там осолять. И что это совершенно не наше дело, потому что это будет производить действие наше от того, что внутри нас. Вы согласны? Понимаете, какая вещь получается? Что это не то, что мы стараемся изобразить. Это то, что оно есть. И написано, что таковых есть Царствие Божие. Это сказано только о двух. О нищих духам и о проходящих испытаниях, гонениях. Ну вот, некоторые плоды духа, они особенно характерны именно для старого возраста. это плод, который пребывает. И вот такие рассуждения людей, размышляющих о старости, что Солнце на закате, оно богаче красками. Правда? Ну, в небо не светит и светит это солнечный диск, а когда закат. Размышляешь, почему такой закат? Почему Господь такой создал? Это на закате является как бы слава Его. Вот эта чудесная книга, которую я только что перевела, я дала опечатать, которая называется «Приключения с Богом» на свободе и в узах. Там есть страница, когда сестру нашу погрузили в воронок и везут ее в заключение, в тюрьму. Погрузили не просто так, а ее там как мешок. Там уже полный воронок людей, и ее впихнули сверх чьих-то колен, рук, ног, как картошку. Темный этот воронок. Но было маленькое такое вот окошечко, которое выходило в кабину водителя, и тот где-то притормозил, и она смогла увидеть закат. Она говорит, я не могу описать, я такого заката в жизни не видала. Расплавленное золото текло рекой, какие-то красные блики, алые, растекались. Она, понимаете, это была секунда, она посмотрела. Она говорила, я увидела всю славу Божию. Я в этом воронке, стиснутая тут людьми, но Бог царствует. И царства не будет конца. И мне принадлежит это вместе с ним царствовать. Она говорит, видение вот этого заката, оно меня поддерживало все долгие годы в тюрьме и во время несвободы моей. Понимаете, как? Потому что это тот образ Божий на небе мы видим, который не искажен земными всякими пакостями. когда хватают невинных людей, там, везут в тюрьму. А это его свобода, это его сила, это его красота, могущество. Солнце на закате богаче красками. Ну, к нашей теме приложим. Закат нашего дня богаче красками. Свет изнутри вместо сияния снаружи. Внутренний свет. не блеск молодости, а внутренний свет. И в старости мы всё равно его дети. Благословен человек, который надеется на Господа. Иеремия 17,7. И да будет благоволение Господа на нас в делах рук наших с поспешистой нам. Многие да, ещё такой образ. Старость это как лучшее вино поданное в конце. Вы помните эту историю в Кане дни, но зажигаются звёзды. У Захарии есть строчка такая. Лишь вечернее время явится свет. Лишь вечернее время явится свет. Старость это время передавать накопленное молодым и прожить все наши дни, оставшиеся, немногие уже, для его славы. И это зрелище является ободрением для молодых. Господь обещал нам, это записано в Филиппийцах 1,6. Подумайте только, начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. То есть Господь не бросит нас на полпути. Он завершит труд над нами. И во всё время нашей жизни Он трудится над нами. Поправляя, замечая, побуждая остановиться, размыслить. Размыслите на ложах ваших. Остановитесь. Подумайте. Есть ещё у нас такой пример в Иове записано. Бог благословил последние дни Иова больше, чем прежние. Просто вы сказали размышлите на ложах ваших. Я раньше как-то думал, не связано ли это с тем, что Господь нас иной раз может даже положить на ложи болезни для того, чтобы поразмышлять. То есть дать нам болезни или какие-то страдания какие-то, чтобы мы остановились. Саша, вы знаете, что это свершеннейшая истина. Потому что там даже написано, когда во время радости это пой, а в одни печали чего делай. Размышляй. Размышляй. И старость это время зрелости. Зрелость это готовность быть пожатым. Слышите? Созревшего человека Бог не оставляет на земле. Он пожинает его. Это написано Иов в пятой главе. Войдешь во гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время. Это Иов 5, 26. Какой чудный величественный образ. То есть если ты созрел, так тебя Бог не оставляет на земле. Ты живешь, пока ты зреешь. Когда ты готов, Бог тебя подготавливает к тому, чтобы быть пожатым. Ты сам уже хочешь этого. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Об Аврааме сказаны такие слова в конце жизни его. Насыщенный днями. Насыщенный. Больше спасибо, больше не хочу говорить, когда мы сыты. Насыщенный днями. Это Божье обетование. Долготою дней насыщу его. И в притчах 3.2 написано «Заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе». Вот эта мысль-то, что Господь не оставляет готовых на земле, это мысль не моя, это мысль Сперджина. Просто она так понравилась мне, я ее уже усвоила. Он говорит так, старцы зрелые в милости готовы быть пожатыми. Господь не оставляет готовых здесь на земле. Чарльз Перджин очень много удивительных вещей проникновенных сказал. Он сказал, что очень часто самые великие благословения приближаются к нам на черном коне печали. Самые великие благословения приближаются на черном коне печали. Это он сказал, что покаяние это не дело двух-трех дней, а это дар, данный нам на всю нашу жизнь. Это тоже он сказал. Он очень понимал в сердце человеческое, сам был дивный проповедник, умевший ободрять людей. И седина это корона славы, когда она находится на пути праведности. Это притча 16-31. Недозрелые яблоки кислые и нельзя заменить старого святого незрелым юношей. Бог ценил старых людей, которые убедились в недостаточности собственной мудрости, которые обратились к всемогущему. Тайну рождения младенца Дух Святой открыл старцам, волхвам и незаметным Симеону и Ане, которые были крепостями Божьей славы на земле, как названо. Крепости Божьей славы на земле Симеон и Анна. Они были незначительные люди, я имею в виду, в мирском понимании. Вы понимаете, что их самое великое дело, что они возвестили, что уже пришел этот младенец. Неуважение к старости – это нечестие. Библейская история о Рвааме пример тому. В истории Рваама помните, сын Соломона пренебрег советам мудрых и внял советам своих ровесников. Результат этого разделения, а потом исчезновения обоих царств. ровесников – наше господь имеет особое отношение к старым и особую милость. Он обещает, и до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. в сердце положить. Это он обещает. Это Исайя 46,4. Носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Сегодня утром я увидела, как свет разливается медленно над землей. Думаю, Господи, кто кроме тебя печется о земле? Вот она встает утром, свет ее начинает озарять. весна приближается. Кто печется о земле? Кто кроме Бога печется о земле? На этой земле разные вещи происходят, но Бог держит эту землю и держит нас. Если бы мы только видели, если бы только открылись глаза наши, видеть, что действительно Он носит и охраняет и поддерживает и охраняет, потому что неисчислимое количество опасности подстерегает нас каждый день. Иеремия даже вообще сказал так. По милости Господней мы не исчезли. По милости Господней мы не исчезли. Ну вот. И Давид поэтому имеет все основания умолять Бога своего. Не отвергни меня во время старости, когда будет ослабевать сила моя. Не оставь меня. И Господь наш особенно близок к слабым, немощным, будь то малые, будь то старые. Так что это все слова можно в сердце положить. И размышлять это вообще очень хорошо. размышлять о Божьих путях. Я главным образом размышляюсь о чуде воплощения Бога на земле и о чуде Его воскресения. Потому что отцы церкви об этом очень много размышляли. И они даже рассматривали, что воплощение Бога на землю это заново новое сотворение мира. Вы можете представить себе мир, когда люди не знали Господа, когда не было Его церкви. В мире появилась церковь. Тело Христова. Христос явился в мир. Это совершенно другой мир. Это совершенно не похоже. Так попробуй даже представить себе, какие понятия пришли и милосердие, и прощение, и заботе. Вы знаете, что мир был жесток. Ведь я уже упоминала, что какие-то народы уничтожали стариков, как ненужные. Про спартанцев известно. Спартанцы такие спортивные люди. Они и младенцев слабых уничтожали. Только должно быть крепкой даже может жить. А сколько погибло при этом мыслителей, ученых, композиторов, которые бывают слабы телом и мощены духом. В общем, понимаете ли, совершенно мир изменился, поэтому все новое творение. С приходом Христа началось новое лето исчисление. А кто его начал? Я думаю, что это церковь начала. Именно христианская церковь. А впоследствии это было принято. А потом это было принято, потому что христианство стало государственной религией. то есть эта инициатива была от христиан. Но действительно новое лето исчисление, действительно новая земля. Вы знаете, что я просто не читала таких работ сравнить вообще, что изменилось в мире. Это же не люди все делают, это Бог все делает. Да. Чтобы аргумента никакого не было, Бог это сделал. Вот. То же самое воскресение его. первенец из воскресших, что смерти нету, что небеса открытые, и что наш собственный представитель находится там. Он человек, полностью человек. Еще вопрос можно? Вот как-то вопрос мне задавали, я правда не знал, как на него ответить. Он Христос первенец из воскресших, а вот сам Христос воскресил же Лазаря. И вот меня как-то спросили, что почему получается первенец Лазарь воскресший. Лазарь пожил и опять вленье, то есть получается. Воскрешен в этой жизни, а Христос воскресли. И внедление, да? Внедление. Сам на свой вопрос ответил. Вот. И потом понимаете ли, что это воскресение означает? Адам, первый Адам, он пал сатана победил его. Победа была объявольская. Согласны, да? Победить, подумайте, какая вот эта вот справедливость божья. Победить сатану должен именно не бог, должен человек. Должен человек, который вот пал, человек же должен победить сатану. И на земле такого нету, потому что на земле нет безгрешного. Почему написано в небесах, уже был разговор, когда Господь скатал Господу своему. Жертв ты не восхотел, но тело уготовил мне. иду Боже исполнить волю твою. То есть и произошло вот это воплощение. И Христос получил тело и стал человеком, Бог воплотился, чтобы человек мог победить этого врага. Он пришел сюда, чтобы умереть. Чтобы тело его, человеческое тело, чтобы оно умерло, чтобы было принесено в жертву, чтобы была одержана победа, потому что это добровольная жертва, с полным согласием, с полного согласия Христа. Это все такие удивительные вещи. Эта победа одержана и написано, что Он воскрес для оправдания нашего. Нам не надо думать, мы оправданы или нет. зримое. Он бы не воскрес, если бы на нем остался хоть какусенький наш грех. Это все снято, все исчезло. Жертва принята, жертвы достаточно. Воскресенье знак того, что мы совершенно оправданы в нем. И можно ликовать об этом в любое время. Почему сказано, Павел говорит, радуйтесь всегда Господи. не просто радуйтесь, потому что у нас бывают разные переживания, но в Господе всегда радоваться, потому что Он точно воскрес, и мы точно воскреснем, и наследство вечной жизни, и полного нашего преображения, чудо какое. Субтитры